Минздрав призвал казахстанцев воздержаться от поездок в Западную Африку из-за вспышки оспы обезьян. В нашей стране на сегодня не зарегистрировано ни одного случая заболевания этой вирусной инфекции. В пресс-релизе Министерства здравоохранения Казахстана говорится о 110 подтвержденных случаях в мире. Число стран, где зафиксировано оспы обезьян, выросло до 15. В Израиле с тревогой следят за распространением вируса. Болезнь подтвердилась у одного человека, еще у двух. Медики проверяют наличие инфекции. На всякий случай в стране готовятся к эпидемии. Сергей Ослендер продолжит. Только-только израильский Минздрав объявил о почти полной победе над ковидом и снял все ограничения. Только страна начала возвращаться к привычной жизни, как грянула новая напасть. У молодого человека, привывшего из западноевропейской страны, обнаружили обезьянью оспу. Обычно за пределы Африки это заболевание не выходило. Здесь и там были случаи, так называемые monkeypox, но они не превращались в эпидемию и ограничивались единичными случаями. Даже у нас в Израиле в 2018 году был зарегистрирован единственный случай monkeypox, но с тех пор ничего не было. Поэтому это заболевание особо не вызывало опасений. Первые случаи заболевания этой инфекции зарегистрированы в Конго в 70-х годах прошлого века. Болезнь передается от животных к человеку, но случаи заражения людей друг от друга встречались редко. На сегодняшний день, когда мы начали получать информацию сначала из Англии о, по-моему, шести или восьми случаях, потом из Америки, потом из Испании, из Португалии. И уже Испания-Португалия общее количество случаев доходит практически до 50. Это вызывает большие волнения. Есть данные, что прививки от натуральной оспы защищают и от обезьяний. Натуральная оспа уже почти полвека признана исчезнувшей инфекцией, вакцинация давно прекращена. Кроме того, выясняется неприятная подробность. Вирус оспы тоже научился мутировать, и это пострашнее, чем пресловутые дельта или омикрон коронавируса. В основном заболевания протекают легко. И да, проходит само, как любое вирусное заболевание, но в 10% случаев, а это не мало, То есть каждый десятый человек могут развить осложнения, которые связаны с пневмонией, с воспалениями нервной системы, центральной нервной системы. И даже если вирус садится на роговицу глаза, он может вызвать слепоту. На специальном совещании Минздрава было решено подготовить инфекционные изоляторы по ковидному варианту, то есть с максимальной степенью защиты. Расконсервируют запасы вакцины. Фармакологическая промышленность должна срочно произвести ее в достаточных количествах. Всем, кто прибывает из-за границы, предписано следить за своим самочувствием и при малейших признаках недомогания немедленно обращаться в больницы. Сергей Услендер. Итоги дня.